Все, что вы сегодня увидите, просто бесподобно. Десерт готовится без выпечки и покоряет всех своим невероятным вкусом. В миску отправляю 2 желтка. К ним добавляю 70 мл холодного молока. А вот остальное молоко переливаю в сотейник или в небольшую кастрюльку с толстым дном. И сразу же ставлю подогреваться на плиту. А чтобы молоко не убежало, делаю огонь минимальным. Молоко и желткам всыпаю кукурузный крахмал, сухое молоко и сахар. Для аромата добавляю ванильный сахар. И теперь все перемешиваю венчиком до однородности. Здесь миксер совсем не нужен. Главное убрать неразмешанные кусочки сухого молока. Молоко закипело. И завариваю яичную смесь в горячем молоке. Вливаю тонкой струйкой и постоянно помешивая. Так варю 3-5 минут. Друзья, чтобы не утяжелять видео громовками, для вашего удобства подробный рецепт будет в описании к видео. Переходите, читайте, готовьте. Также хочу добавить, если в этом рецепте сахар заменить на сахарозаменитель, получится вкуснейший десерт в ПП-варианте. Следом на блюду ставлю нагреваться сковороду. Растапливаю 25 г топленого масла. Его, кстати, можно заменить сливочным. И всыпаю овсяную муку. Хлопья я просто пробила в блендере. Миндальная мука. 130 г. Поджаривала муку я в течение 8 минут. И она стала такого красивого карамельного цвета. Заварной крем немного остыл. И чтобы на поверхности не образовывалась корочка, накрою крем пищевой пленкой в контакт. А когда крем полностью остынет, уберу его для охлаждения в холодильник. Доделаю крем-пломбир. Для этого 300 г творожного сыра рикотта соединяю с заварной основой. Такой сыр отлично подходит для десертов. Имеет кремовую структуру и приятный нежно-сладковатый вкус. В этом рецепте его можно заменить сыром маскарпоне или отвешенной густой сметаной. Теперь перекладываю крем в кондитерский мешок и займусь сборкой десерта. Заменить кондитерский мешок можно чистым целлофановым пакетом либо прочным файлом. Я большая выдумщица, поэтому формой сегодня у меня прослужит ацетатная бордюрная лента. Вместо этой ленты можно взять любую разъемную форму диаметром от 14 до 18 см. Сборка очень простая. На дно выкладываю миндальную крошку. Это первый корж. Утрамбовываю и разравниваю его. Далее первый слой крема. Очень удобно выдавливать его из мешка, чтобы крошка не тянула за кремом. Выкладываю второй корж, затем снова слой крема, снова крошка и снова слой крема. Очень важно для крема брать точные громовки, чтобы получилась вот такая стойкая консистенция. Так коржи в этом десерте хорошо пропитаются, но при этом сам десерт будет отлично держать форму. Чтобы десерт хорошо пропитался и настоялся, уберу его в холодильник на 6-8 часов. Десерт хорошо застыл и пропитался. И сейчас я вам покажу, какая красота у нас получилась. Слегка солененькая крошка с насыщенным ароматом миндаля и вкуснейший ванильный крем пломбир. Отличный вкус, отличное сочетание. В этом десерте все идеально. Попробуйте! Обязательно оставляйте ваши комментарии и жду вас уже в новом видео. Всем пока!